Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу еще в марте 2022. Однако даже спустя почти год возникают проблемы с его реализацией. На замену отстрелу бродячих животных пришли такие процедуры, как отлов, временное содержание, стерилизация и чипирование животных. Разные виды услуг оказывают разные подрядчики, которых определяют при проведении госзакупок. Но сделать это с первого раза, как показал опыт прошлого года, не удается. К примеру, в 2022-м только к концу декабря удалось разыграть все тендеры. Несколько раз конкурсы признавали несостоявшимися. Алматинский подрядчик отработал полностью по всем заявкам, по деньгам, которые именно выделены на 50 собак. Он их отловил, как положено все. Конечно, лучше было бы, если бы был подрядчик местный наш, кустанайский, чтобы было проще работать, взаимодействовать. На этот год в Кустанайской области выделено 86 миллионов тенге на отлов бродячих животных и все последующие процедуры. На сегодня состоялись конкурсы на отлов и чипирование животных в пяти городах региона. Лисаковский, Житикаре, Рудном, Тобыле и Кустанае. Определить подрядчиков для 17 районов еще только предстоит. При этом к зооволонтерам стали поступать сообщения от кустанайцев, что в городе кто-то занимается нелегальным отловом. С территории организаций и мест, где животных подкармливали, говорят зоозащитники, они стали пропадать. Кто это делает, когда это делают, то есть каких-то там фото, видео, моментов нет. Есть момент исчезнущих животных, а некоторым даже говорят, что животных забирают в приют. В нашем городе два приюта, в которые животные не поступают. То есть, соответственно, куда деваются эти животные, мы не знаем. То есть ТО, выигравший отлов, не исполняет свои намерения по отлову, ввиду того, что остальные лоты не разыграны, то есть к деятельности не приступило. В управлении ветеринарии о таких фактах не слышали, но отметили. Официально отловом может заниматься только ТО, выигравшая тендер. Однако, куда оно должно отвозить животных, если подрядчик, который займется временным содержанием, не определен, непонятно. Возможно, ситуация прояснится уже завтра. Если конкурс состоится, станет известно, кто будет выполнять эту работу. Алексей Краснов, Виктор Ваташко, Яна Гала, РТН.